Школа «Батьковство» в областной детской клинической больнице распочались тренинги для семьи, у детей, у которых народились ранее термину. Медики разом с представниками громадского объединения «Батьков Рана» расскажут, как эффективно организовать реабилитационное осяродье дома и правильно доглядать немовлят. На первой встрече побывала Ганна Каральчук. Что год в Беларуси народжается 4,5 тысячи недоношенных детей. Когда 60% из них имеют низкую массу тела, затримки в развитии и великую риску развития инвалидности. Однако порушения можно избегнуть, когда начать реабилитацию на самых ранних этапах. На роджении недоношенных детей – стресс для всей семьи. Система выхожжения таких немовлятва установок охоты здоровья накеревана перш за все на лечение. В тот же час основная работа по развитию отбывается дома. Именно вето от психологичной устойливости и правильных деяний у «Батьков» на первом годе життя дитя будет залежать его здоровье после выписки со стационара. В первое время было страшно. Маленький, крохотный, как котеночек лежит в куезике. Было страшно, да. Но со временем врачи хорошие помогли, рассказали, как, что. Теперь уже все хорошо. Маленький Сергей народился на 27-м тыдне и важил килограмм 140 граммов. Зараз ему два месяца. Хлопчик стал дужим и набрал вагу до 3 килограммов 400 граммов. До речи, только за минулый год проспост интенсивной терапии прошло 89 детей. У тым леку 10 – с экстремально низкой вагой, меньше за килограмм. Вначале детки находятся в реанимации, как первый этап выхаживания. Потом, когда дети начинают самостоятельно дышать, усваивают питание, их переводят к нам для дальнейшего лечения, выхаживания и ранней реабилитации. Вначале, когда детки еще требуют инфузионной терапии, то есть интенсивного лечения, они находятся на посту интенсивной терапии. Но мамы – наши, конечно, самые главные помощницы. У нас созданы все условия для совместного пребывания матери с ребенком. Когда детки лежат на пите, мамы приходят, ухаживают за ними. У всех мам тут навучают початковым навыкам догляду за недоношенными детьми, методу кенгуру и тактильному массажу. Однако напередо дни выписки и подчас находжения дома у батьков часто возникают разные складаности и страхи. Отримать более грунтовую подрыхтовку, ознайомиться с опытом инших семьев и задать вопросы они смогут на занятках школы батьковства. Эту программу минулой осенью запустило объединение раны суместно с Дитячим фондом ЮНИСЕФ. Мама, пройдя вот эти тренинги, генеонатолога, медицинская сестра, инструктора ПЛФК, консультант по грудному вскармливанию, психолог будет также проходить. То есть, чтобы родители немножко уезжали спокойные, подготовленные, чтобы знали, что делать с ребенком. Потому что не случайно на самом деле эти тренинги проходят на базе учреждений областных, то есть областного уровня, где родители лежат со всей области. Очень хорошо, когда приходят папы, потому что вот тут ЮНИСЕФ очень поддерживает, когда вся семья принимает участие в реабилитации ребенка. Такие школы на базе отделения суместного знаходжения мать и дитя уже деничут в Минске, Бресте и Витебске. У сего в рамках проекта их заявится семь. Занятки будут проходить один раз на месяц на протягу года, но при успеховой реализации проект может быть протягнутым. Ганна Краильчук, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».